всем привет сегодня будем рассматривать схему простейшие электронные нагрузки на полевом транзисторе вот как пример выглядит наша собранная плата ссылка на схему и печатку будет в описании как видим схеме очень немного компонентов и уровень так сказать сборки или сложности чуть выше нуля так что справится любой начинающий радиолюбитель который умеет поддержать паяльник в руках и самое главное отличие данной схемы что здесь применяется полевой транзистор и минимальная обвязка в кадре будет в качестве помощника данный мультиметр в режиме измерения постоянного тока и мой любимый блок всем уже давно известны если вы не знаете что этот блок ссылка будет чуть выше в подсказке и так давайте сейчас посмотрим нагрузим а потом уже объясню сам принцип работы схемы на блоке выставляем 12 вольт как указано и подключаем нашу электронную нагрузку перед включением потенциометр тока выводим 0 минусы я подключил напрямую плюс буду подавать через радиатор на нагружаемом источнике установлен на 5 вольт и увеличиваем ток так не в ту сторону меняю щупы ну и как видим регулировка нас идет плавная до 4 ампер и взять симости от напряжения у нас ток не меняется сейчас мы стали на блоке 15 вольт вот на блок питания 15 вольт ток у нас стоит на месте снижаем до 5 так не это тоже 0 5 вольт и 10 и и как видим ток у нас данная электронная нагрузка держит хорошо не в зависимости от напряжения и есть функция сбросить ток на ноль чтобы не было нагрузки возможность выставить более менее нормальный ток это уже от 10 миллиампер разбираем нашу конструкцию и сейчас буду подробно объяснять принцип работы схемы хочу вам порекомендовать магазин электроники и инструмента здесь огромный выбор электротехнической продукции по самым вкусным ценам удобная и быстрая доставка по территории украины отправка наложенным платежом и разные способы оплаты здесь есть все для монтажа электропроводки от отвертки до бензотрамбовки также планирую заказать из этого магазина несколько позиций товара если вы хотите чтобы я заказал данный товар для обзора который вас интересует копируйте код товара и дописывайте его к своему комментарию если будет большой интерес к конкретному товару то я его закажу и разыграю среди своих подписчиков также магазин предоставил мне купон на скидку для подписчиков и зрителей канала все ссылки и купоны в описании под видео как видим в левой части схеме у нас находится питание данной электронной нагрузки в правой стороне схемы у нас находится сам нагружаемый источник по характеристикам на данном модуле можно нагружать током до 4 ампер но рассеянная рассеянная мощность не больше 50 ватт это касается корпуса то 220 и до 100 ватт в корпусе 247 также можно применять полевые транзисторы в корпусе то 3 это те которые были большие металлические но точно не рекомендую применять полевые транзисторы в пластиковых корпусах потому что у них рассеянная мощность максимум 20 ватт как же работает данная штука как видим при первичном включении без нагрузки у нас приходит 12 вольт подается через резистор 4 и диод d1 диод любой выпрямительный не шутки с напряжением падения примерно 0607 вольта так как данный диод у нас используется в качестве опорного источника далее по схеме у нас идет открывание транзистора т1 через резистор 5 соответственно чем больше открывается чем больше напряжение поддается на затвор т1 тем меньше на него сопротивление стоке сток тем больше проходит ток через транзистор резистор 1 используется в качестве шунта то есть датчика тока и при определенном падении напряжение на данном резисторе у нас открывается резистор т2 и подтягивает затвор на землю транзистора т1 и при превышении порога напряжения на данном резисторе затвор будет подтягиваться на землю через через потенциометр r3 который устанавливает напряжение потенциала открытия базы то есть чем выше мы сдвигаем ползунок вверх тем выше открытие потенциала базы у нас будет и соответственно будет проходить больше ток резистор r6 r2 служат в качестве смещения напряжения на точке базы здесь напряжение смещения приблизительно 0,5 вольта а ток номинальный ток работы нагрузки рассчитывается исходя из падения напряжения в 0,5 вольта примерно 0,5 0,55 вольта сейчас у меня установлен здесь резистор 0,15 ома он сможем может выдавать до 4,5 ампер а при резисторе 0,2 ома он сможет выдавать до 3 ампер главный плюс этой схемы это минимальное количество радиокомпонентов и плюс еще можно вот этот каскад дублировать несколько раз можно хоть 3 4 хоть 10 каскадов сделать и сделать электронную нагрузку на пол киловатта дублируем данный выходной каскад и просто подключаем каждый эмиттер этого каскада уже на регулирующий потенциометр итог проходящий через каждый транзистор будет примерно плюс-минус одинаковый минус этой схемы это небольшая термо нестабильность потому что при долговременной работе ток начинает незначительно уменьшаться транзистор t1 применяется rf 3205 транзистор t2 применяется 2n 55 51 данные резисторы у меня не подписаны и можно применять те которые имеются в наличии эту плату можно собрать из так сказать подножимого корма радиолюбителя данное количество радиоэлементов есть и так что не составит труда его собрать не прибегая к покупкам в магазине и ожидания даже если надо на быструю ногу собрать электронную нагрузку какую-то минимальную схема есть схема вполне рабочая и можно нагружать любые устройства испытания аккумуляторов блока питания мобильных зарядок но каких-то еще других адаптеров сетевых те же самые ноутбучные блоки питания при диагностике их ремонте и в общем-то это годная штука но отверточку надо уже наверное поменять она уже слизалась кстати хорошая отвертка это у меня как бы постоянная на все случаи жизни и я и пользуюсь как бы день у день хочу обновить свой автопарк такого слесарного инструмента то что прошу ниже по ссылке и всем удачи всем пока